Не видно, как меня слышно. Поставьте, пожалуйста, плюсики. Отлично. Отлично. Все хорошо, тогда будем начинать. Рада вас сегодня всех видеть в такое вечернее время. Большое спасибо вам, что нашли время для себя, чтобы узнать что-то новенькое, что-то интересное, то, что вам пригодится в жизни. Меня зовут Наталья Лагвинович, я являюсь партнером Международного проекта «Территория роста» на данный момент в открытой квалификации директора, то есть я старший менеджер. И именно я сегодня вам расскажу непосредственно о сути нашего проекта, о сути нашего бизнеса, что вы можете получить, какие, скажем так, привилегии и бонусы, и непосредственно, что для этого необходимо делать. Если у вас будут возникать какие-то вопросы, то задавайте в чате, я постепенно буду на них отвечать. Итак, с чего мы с вами начнем? Первое, что ассоциируется лично у меня со словом «бизнес» – это деньги. Когда, даже никогда, многие люди очень часто говорят, что не в деньгах счастье. С этим, с одной стороны, можно согласиться, с другой стороны, я не согласна, потому что мы не можем прийти в магазин и сказать, что дайте нам просто так что-нибудь. Нам нужны деньги. Деньги – это счастье наших детей, возможность обдавать их в какие-то кружки в школу, в улитную, на факультативы. Деньги – это наши подарки, которые мы дарим близким нам людям. И согласитесь, гораздо приятнее подарить какой-то классный, крутой подарок, тот, который ваш близкий человек хотел, нежели, скажем так, что-то подешевле, просто из-за того, что у вас на данный момент нет нужной суммы денег. Лично для меня это так. Опять же, деньги – это наше образование, образование не только наше, но и наших детей. Деньги, связанные непосредственно с одеждой, мы не можем с вами ходить без нее, поэтому деньги нам на это необходимы. Путешествия, здоровый образ жизни, наша, скажем так, старость, либо пенсионный возраст наших родителей, бабушек, дедушек – это, опять же, все зависит от денег. Как ни крути, все в нашем мире, оно в той или иной степени зависит от наличия у нас денег. Ведь, согласитесь, если бы у вас была достаточная сумма денег, вы бы не ездили на общественном транспорте, ездили бы на машине, либо, если, к примеру, вы не боитесь ездить, или у вас нет страха, вы бы наняли шофера. Вот поставьте мне, пожалуйста, семерочки в чате, те, кто со мной согласен, что если бы у вас было достаточное количество денег, чтобы либо купить машину, либо нанять шофера, вы бы так сделали. Лично я купила бы себе машину и ездила бы на машине по всем своим делам. Сколько много желающих, да. Отлично, сегодня разберем с вами, как можно воспользоваться такой возможностью. Прежде чем будем переходить непосредственно к тем суммам денег, которые вы можете получить, это все про деньги, про деньги я заговорила, давайте разберемся немножечко, как в нашем мире сосредоточены деньги и какие есть варианты вообще, чтобы их заработать. Роберт Киосаки создал такой вот квадрат вообще распределения всех денег в нашем мире. Квадрат разделен на четыре таких более-менее квадратика. Левая сторона, правая сторона, ну вот видите, левая верхняя это рабочие, те люди, которые работают по найму. Я раньше тоже работала по найму, я работала в школе, я работала в университете, сама работа в принципе меня устраивала, единственное, что меня не устраивала там зарплата, причем очень сильно, потому что независимо от того, сколько часов я работаю, даже если это будет немножечко больше, все равно я получаю ту зарплату, которая мне положена. Маклад, ну и иногда премия, самая большая премия, которая у меня была, это было целых 500 тысяч. Ну как-то приятно, конечно, но хотелось бы больше. Два миллиона это не те деньги, за которые хочется работать. Вы зависите на государственной работе, даже если вы работаете на кого-то, именно работа по найму, зависите от вашего начальника. Вы идете в отпуск тогда, когда начальнику это удобно, а не тогда, когда вы хотите. У вас выходной тогда, когда вашему начальнику это удобно. Если вы работаете по графику, опять же, вы не можете, ну, допустим, два через два, вы не можете взять себе три рабочих, три выходных зачастую, потому что вы зависите от вашего работодателя. У вас, мне нравится вот слово стабильность написано, у вас стабильно низкая зарплата. Это вот, ну, здесь по большей степени вот я говорю про себя, когда я работала еще в университете. То есть вот эта вот стабильность, стабильно два миллиона, стабильно шесть дней в неделю, стабильно отпуск когда-то там, когда мне неудобно, не тогда, когда я хочу отдыхать, а тогда, когда положено. Следующий квадрант – это работа на себя, это собственное дело. Казалось бы, я работаю на себя, что может быть лучше? Я сам себе хозяин, я сам себе начальник. Здесь тоже немножечко не все так гладко, как хотелось бы. Как только вы понимаете, что лично от вас зависит ваш доход, то есть когда вы работаете, вы получаете деньги, а когда вы не работаете, вы деньги не получаете. Мы готовы работать с 25 часов в сутки. Казалось бы, что будет больше свободного времени. Нет, потому что мы понимаем, что если мы не работаем, мы не получаем деньги. Здесь тоже, если вдруг вы уехали куда-то в отпуск, за это время ваш бизнес вам не принес денег, потому что вас не было на рабочем месте, вы не работали, следовательно, у вас не было никакого дохода. Что касается свободы, казалось бы, что ее больше, чем при работе на кого-то, вы можете сами определять, когда вы поедете в отпуск. Но опять же, если вы уедете, работу за вас никто выполнять не будет. И здесь великие риски, потому что, чтобы открыть свое дело, вам нужно вложить определенную сумму денег. Мне кажется, 1010-15 – это минимум на какое-нибудь такое вот маленькое-маленькое дело. Потом вам нужно выждать время, пока это все окупится, и у вас нет гарантии, окупится это или нет. Вы не можете просчитать заранее с гарантией 100% то время, когда окупятся вложенные в это дело деньги. Следующий квадрант здесь мы переходим уже немножечко к более такой вот приятной ситуации. Правый верхний квадрант – это бизнесмены, те люди, у которых свой бизнес. То есть они открыли, к примеру, вот сеть магазин, сеть аптек, вот много чего-то, и они владеют всем этим. Здесь ситуация, скажем так, уже такая приятная. Здесь гораздо выше доход, потому что, скажем так, есть разница получать прибыль с одного магазина или с сотни, либо с двух сотен. Конечно, есть. Здесь уже вы более свободны, потому что вы нанимаете управленцев, допустим, если брать магазины, и у вас больше свободы. То есть вы можете уехать отдыхать, когда вам это необходимо. Здесь уже не вы работаете на свой бизнес, а люди работают на вас. Здесь тоже есть такой вот минус, причем очень весомый для того, чтобы открыть свой бизнес, именно такой вот конкретный бизнес, сеть чего-либо. Здесь нужны сотни тысяч долларов, даже, мне кажется, миллионами пахнет. Если у вас есть такие деньги, то тогда, конечно, перед вами нет никаких преград для того, чтобы открыть свой бизнес. Но если у вас их нет и взять вам ниоткуда, то, следовательно, вы не можете просто так попасть в этот квадрант. И, смотрите, самый приятный квадрант, это правый и нижний, это инвесторы. Это тот квадрант, в который хотят попасть все и всегда. Да, здесь деньги работают на вас. Вот вы либо получили наследство, либо вот когда-то деньги заработали, они у вас есть, вы их во что-то вкладываете. Допустим, в банк под проценты, либо в какой-то бизнес, опять же, под проценты. И вы, не работая, просто получаете прибыль. То есть процент, если в банк, вы просто процент от банковского вклада. Конечно, классно, у вас свободного времени очень много, потому что, опять же, вы нигде не работаете, вы получаете просто прибыль от тех денег, которые вы вложили. Большие доходы, абсолютная свобода. Ну, повторюсь, деньги работают на вас. Вы уже здесь не работаете, вы отдыхаете. Все мы хотим попасть в этот квадрант инвесторов. Но смотрите, как разделяются деньги вообще во всем мире между вот этими квадрантами. Ну, возьмем даже между половинками. Вот левая половинка и правая. 90% людей, они работают по системе, либо работа на кого-то, либо собственное дело, то есть левая половинка. И при этом 10% мировых денег сосредоточено у них. То есть они работают, но получают минимум. А в правой половинке, там, где бизнесмены, инвесторы, всего лишь 10% людей, но они владеют практически всеми деньгами мира. 90% денег сконцентрировано именно у этих людей. Конечно, мы все стремимся попасть именно в правую половинку, либо бизнес, чтобы у нас был свой, именно не дело, а именно свой бизнес, либо быть инвесторами. Сетевой маркетинг, о котором я сегодня с вами буду говорить, он относится именно к правой половине. То есть вначале вы, у вас есть свой бизнес, вы нанимаете, скажем так, людей, вы приглашаете людей на работу, то есть у вас бизнес. Если вы его правильно развиваете, вы можете спокойно уехать куда-то отдыхать, и ваш бизнес будет работать на вас. То, что вот мы рассматривали в колоночке бизнесменов. Если вы работаете, скажем так, правильно, в вашей структуре есть уже директора, то это уже вы получаете, уже инвесторы, потому что вы получаете процент, ну, грубо говоря, 250 долларов за каждого директора, которого вы можете воспитать. Здесь вы когда-то вложили свое время в развитие этих директоров, и вот после вы получаете процент от их товарооборота. Это вам благодарность за то, что вы в свое время вложили деньги. Ну, немножечко так разобрались, где у нас какие деньги. Смотрите, если вам сейчас, ну, скажем так, молодежь еще там вот 18, 20, 25 лет, мы не задумываемся об этом. Нам кажется, что у нас еще вся жизнь впереди. После 30 уже начинается немножечко, так, а что же у нас будет дальше, так, а что я могу дать своим детям. Поэтому после 40 мы начинаем задумываться уже, что же будет дальше, как мы встретим свою старость. То есть пока мы молоды, мы не задумываемся об этом. Хотя стоит задуматься о том, что будет с нами, даже тогда, когда нам 15-16 лет, и о том, что будет с нашими родителями. Потому что наши родители, они в любом случае от этого никуда не денешься, и мы, и наши близкие, мы все состаримся, как ни крути. И от нас зависит, какая будет у нас пенсионная жизнь. Вот такая вот, как сейчас на слайде, красивые, беззаботные люди элегантного возраста катаются на спинах, они счастливы. Посмотрите на их улыбку, посмотрите на их глаза. Видно, что у них счастливое, скажем так, время. Либо вот такая вот будет у нас старость, когда мы считаем копейки. Такую картину можно очень часто встретить на почте, в магазинах возле кассы. Когда люди отработали всю жизнь и живут сейчас за копейки, считая при этом, купить им сегодня молоко или хлеб. Потому что если они купят и молоко, и хлеб, то завтра им будет не за что купить себе вообще ничего. Поэтому от нас с вами сейчас зависит, как мы будем, скажем так, как мы встретим свою старость. Может быть вариант еще такой. Очень часто слышу фразу, а вы выбрали себе в школу, в которой вы будете мыть полы на пенсии. Потому что та пенсия, которая сейчас на пласте государства, ее катастрофически не хватает. Ее невозможно жить, и поэтому очень часто пенсионеры идут на какую-то подработку. И очень часто это бывает именно уборщица в каком-то заведении, будь то школа, будь то магазин, парикмахерская, что-то еще. Такую вы хотите старость? Или вот как на первой картинке, что я показывала, беззаботные люди, довольные и счастливые. Просто задумайтесь на секундочку, как вы хотите жить. Как вы хотите жить на самом деле. Дайте шанс своей мечте осуществиться. Ведь мы все о чем-то мечтаем. Все, абсолютно каждый. Просто у кого-то наши мечты спят где-то там далеко-далеко, а у кого-то они, скажем так, крутятся постоянно в голове. Кто-то мечтает о путешествиях, кто-то о машине, кто-то о своем доме. Вы можете воплотить свои мечты. Просто дайте своей мечте шанс, чтобы она исполнилась. Итак, какие мы с вами вопросы сегодня разберем более детально. В чем смысл нашего бизнеса? Что нужно конкретно делать? Откуда берутся деньги? Вообще за что нам будут платить? Кто вам будет в этом помогать? И что вы получите в результате? Я думаю, это самые такие главные, основные вопросы, на которые хотелось бы получить ответ. Итак, начнем сначала. Какова же суть? Суть любого бизнеса – это создание товара оборота. И компания Reflame – это не исключение. Здесь тоже деньги платят только за создание товара оборота. То есть вначале только за создание товара оборота. Там уже немножко позже я сегодня покажу, где именно вы можете получать деньги именно премиями. То, что я говорила, чтобы попасть в этот квадрант инвесторов. Тоже можно. Что же такое товар оборот? Товар оборот – это объем проданных и купленных товаров в денежном выражении за определенный период времени. То есть у нас каталог. Каталог идет три недели. И вот какой товар оборот был по всей вашей, скажем так, у вас, по всей вашей группе, по всем приглашенным вами людям по истечении вот этих трех недель, такой, ну, соответствующую выплату вы и получите. В любом бизнесе продвигаются товары и услуги. И чем больше товар или услуга пользуется популярностью, пользуется спросом у большего количества людей, у огромного количества, тем больше прибыли. Здесь, я думаю, понятно, чем больше людей покупают, тем больше выгоды вы получаете. Ну, смотрите, можно, ну, скажем так, работать в магазине, ну, в обычном розничном, можно работать в интернете. Сейчас 21 век – это век информации, век интернета. Очень часто можно встретить такое словосочетание, как информационный век. Практически 7 миллионов людей в Беларуси – это интернет-пользователи, то есть люди, у которых есть интернет. Что можно сейчас сделать вообще в интернете? Мне кажется, все. Начиная от оплаты коммунальных услуг, оплаты штрафов, покупка в интернет-магазинах здесь касается и каких-то, ну, скажем так, бытовой техники и продукты. Здесь все, что угодно сейчас можно купить в интернет-магазине. Можно перечислять деньги абсолютно в разные страны. Можно оплачивать практически за все, что угодно, не выходя из дома. Это очень классно, это очень удобно. Тем более, что вот у нас в Беларуси 9,5 миллионов людей. Из них 6,8 – это пользователи интернета. Практически все. Мне очень нравится вот эта вот, скажем так, красота. Смотрите, интернет-магазинами пользуется 32% населения и при этом заходят на сайты, касаемые красоты и здоровья, непосредственно то, что предлагает Арифлейм, 19%. То есть суммарно получается практически половина людей, именно вот половина населения Беларуси, они интересуются красотой, здоровьем и покупками в интернет-магазине. То, что предлагаем именно мы. Выручка индивидуальных предпринимателей от розничных продаж, то есть продажа в обычном, от розничных продаж через интернет-магазин в несколько раз, практически в три раза выше, чем выручка от продаж тех магазинов, которые обычные, то есть именно как торговые точки. То есть работая в интернете, вы можете получать в три раза больше денег, нежели работая в обычном магазине. Какие преимущества рекламы в интернете? Почему я сейчас затронула тему именно рекламы? Потому что если вы просто разместите свой интернет-магазин в интернете, это автология немножечко, о нем никто не будет знать, и к вам никто не придет. Поэтому наша задача делать рекламу в интернете максимальную, чтобы нас заметили, чтобы наш с вами интернет-магазин заметили. Какие преимущества? Это экономичность, во-первых. Вам не нужно тратиться на рекламу, как обычно в городе, на баннеры, на какие-то бегущие строки, вот еще где-то. В интернете очень много места, где можно размещать рекламу абсолютно бесплатно. Это адресность. Следующее преимущество. То есть вы сами выбираете целевую аудиторию тем людям, которым вы будете предлагать тот или иной продукт. Не просто всем, а вы сами выбираете именно кому. Оперативность. То есть очень быстро люди, они видят актуальность вашего продукта, очень быстро реагируют на это. Если вы видите, что вот такая реклама, она хуже срабатывает, вы можете ее быстренько поменять, и тогда люди будут, скажем так, на новую рекламу больше будут откликаться. То есть тоже это очень можно быстро сделать. И интерактивность, то, что у вас сразу с человеком идет прямой контакт. Человек заинтересовался, вы тут же с ним можете начать диалог и рассказать более подробно, нежели если делать рекламу не в интернете, а просто... просто. Что, скажем так, для кого наш проект и для кого подойдет работа именно в нашем проекте. Те люди, которые любят работать на результат. Те люди, которые понимают, что доходы зависят только от результатов работы и готовы к этому. Не просто, что я пришел, посидел на диване, мне заплатили оклад, я высидел время, а именно от своей проделанной работы зависит результат. Подойдет также этот проект тем людям, которые понимают, знают и понимают, что первый заработок в интернете может прийти не сразу, и он не будет сразу большой. То есть эти люди готовы потрудиться сейчас, поработать, чтобы через полгода, через год получать уже более, скажем так, высокий доход. Ну и в последующем, конечно, тот доход, который необходим в принципе. Какие преимущества нашего интернет-проекта? Во-первых, самое классное, самое крутое преимущество – это то, что весь ваш бизнес помещается в ноутбуке, в планшете, в компьютере, смотря то, с чего вы работаете. Главное, чтобы у вас был выход в интернет. Доход у нас идет официальный, мы платим налоги, мы платим ФССН, то есть все официально, доход идет через банковскую карточку, у нас нет никаких конвертов, никаких серых зарплат, ничего такого. У нас нет зависимости от начальника, мы сами себе, скажем так, начальники. У нас, естественно, договоренность только с самим собой. Да, у нас есть неставники, которые могут нам помочь, которые могут нам посоветовать, но это не начальники, то есть это не приказы, что ты должен там то-то, то-то, то. Нет, только, ну, посоветовать, как что лучше сделать. С нашего проекта вас не могут уволить, если вы не хотите работать, ну, мало ли вдруг, вы просто не работаете еще. Если вы хотите работать, все, вы работаете, получаете деньги. Работаете, получаете деньги. Не работаете, деньги не получаете, все. Здесь, ну, как математика, достаточно простая. Также вы получаете личностное развитие, для меня это очень важно, потому что на своей работе, вот то, чем вы занимаетесь, там вы должны развиваться, то есть не деградировать, а именно развиваться. Здесь очень много и обучения, и чтения литературы помогают именно внутренне, именно личностно развиваться. Также здесь есть крутые корпоративные мероприятия высочайшего класса, это касается и в городе Витебске, в Минске, в других странах, вас приглашают именно на такие мероприятия, мне кажется, даже мирового такого масштаба. Про путешествия плавно перешла, путешествия по всему миру, я с компанией Reflame уже именно за деньги, скажем, не заработанные в Reflame, а то, что мне компания подарила, это была поездка в Египет на менеджерскую конференцию. Мы ездили с нашей командой, команде мою, большущий, привет, большое спасибо за то, что, ну, скажем, благодаря нашей команде, ну, непосредственно моей команде, я смогла тоже поехать, потому что одному человеку сделать результат в проекте, это просто невозможно. Без команды вы не сделаете абсолютно никакой результат, то есть вообще никакого результата вы не сделаете, поэтому сразу начинайте с каждого строить команду. Я тоже сегодня буду говорить, что это, откуда это, и как правильно строить. Вы получаете также признание и награждение, то есть поздравления на сцене, награждение здесь, может быть, денежное в качестве премий, различные подарки. И просто вот то, что люди в открытую за вас радуются, чего не хватает очень часто на обычной, скажем, обычной государственной работе. Также благотворительность. Мы помогаем деткам, есть под Минском, в деревне Боровля, на детской деревне СОС. И очень часто в каталогах вы видите, что такой-то процент будет перечислен на детский фонд, то есть мы помогаем таким образом, приобретая какую-либо продукцию деткам. И звезды тоже сотрудничают с нами. Не так давно принцесса Швеции Мадлен, она создала водичку, Тендерли Промис, даже в текущем каталоге она есть. И покупая этот аромат, все деньги переводятся на счет детского фонда. Поэтому имейте в виду, если хотите принять счастье в благотворительности. Также, что немаловажно, в нашем проекте вас ждут новые знакомства, новые друзья, знакомства по всему миру, не ограничиваясь именно конкретно каким-то городом. Возможность передачи бизнеса по наследству – это одно из самых главных. То, что вы начинаете сейчас, вы это можете передать дальше своим детям. И ваши дети уже не будут задумываться о том, где же им работать, куда им пойти зарабатывать деньги, чтобы обеспечить себя своим родителям благополучную старость. И немаловажный аспект – вы, благодаря нашему проекту, имеете свободу. Вы можете свое свободное время потратить на семью, на отдых, на хобби, на то, на что вы хотите. У вас будет больше свободного времени, чтобы уделять его именно тому, чему вы хотите на самом деле. Какие же способы заработка есть в нашем проекте и в Арифлейм? Первый вариант – это экономия денег. То есть вы просто покупаете для себя продукцию со скидкой 20%. Скидка, она фиксированная, то есть минимум – это 20%, ну а максимум в зависимости от того, какие акции получаются в каталоге. В Европе говорят, сэкономленные деньги – это заработанные. Всегда, если вы сэкономили там 100-200 тысяч, вы же найдете на что их потратить. Конечно, найдете. Второй вариант заработка – это вы можете рекомендовать продукцию кому-то из своих знакомых. Таким образом вы будете получать такие быстрые деньги. Здесь вы можете заработать миллион-два дополнительно к вашей зарплате. Следующий вариант – это построение бизнеса, именно создавая команду. То, о чем я уже неоднократно говорила. И третий вариант заработка, именно построение бизнеса, является самым стабильным, самым высокорастущим касаемо доходов. Здесь у вас нет ограничения в зарплате, абсолютно никакого. Вот можете вот здесь на графике посмотреть. То есть прибыль от продаж, то есть если вы будете заниматься продажами, вот она пунктирной линией идет, то есть она медленно растет, но как-то не сильно поднимается. А прибыль от приглашения других людей, посмотрите, сначала вот медленно-медленно, а потом резко вверх, и вверх будет расти, скажем так, постоянно-постоянно, ваш доход будет постоянно увеличиваться. В чем же смысл вообще самой работы? Ваша задача – создать большую организацию потребителей, где каждый человек будет покупать для себя. То есть у каждого человека будет скидка 20%. Это классная экономия для семейного бюджета. 20%. Смотрите, что у нас, ну, для сравнения, наш интернет-магазин Арифлейм или обычный магазин, ну, вот рядышком, там, в соседнем подъезде, там, или рядом с домом. Если вы покупаете какой-то продукт, ну, возьмем, к примеру, там, средства личной гигиены, в обычном магазине, то доход вы, скажем так, платите, вы купили, и товарооборот получает этот магазин. То есть и доход тоже получает хозяин магазина. Если вы это все купили в Арифлейм, в своем интернет-магазине, то ваш доход будет зависеть от этого товарооборота. То есть вы сделали товарооборот себе, следовательно, вы себе увеличили доход. Вы покупаете средства личной гигиены, косметику, там, витамины, аксессуары, все, что угодно, но делаете товарооборот кому? Если в обычном магазине, то просто дядя, просто магазина. А если в своем интернет-магазине, то вы делаете товарооборот себе, следовательно, растет ваш доход. И дядя с соседнем магазина, а именно ваш. Что касается продукции в компании Арифлейм, здесь более тысячи неименований. И аромат, аксессуары, уход за кожей, декоративная косметика, средства, скажем так, для здорового питания, это линейка Wellness, уход за телом, уход за волосами. Лично для меня, скажем так, весь каталог, да, он классный. Я всегда выделяю две такие категории, которые самые крутые для развития нашего бизнеса. Первая категория – это уход за кожей, то есть это уход за лицом, самый классный, вот то, что мне нравится, это не так давно появился бренд Novage, включает в себя четыре линейки, то есть с 25 лет и старше. Это инновационная запатентованная технология, это революция в косметологии. То есть здесь уход за лицом создан больше с научного подхода, с научной стороны, нежели с косметической. То есть там результат гарантирован. Клинические испытания. То есть если вы хотите, чтобы у вас, не скажем так, был результат на лищике, то нужно брать именно средства с клиническими тестами. То есть непосредственно линейка Novage, то есть уход за лицом. И категория Wellness, которой я доверяю, я по образованию валиолог. Валиолог – это специалист по здоровому образу жизни. То есть я теоретически, я понимала, что нужно найти что-то такое классное, что не будет, скажем так, содержать вот этих вредных вспомогательных веществ. Когда я познакомилась с линейкой Wellness, я для себя определила, что, конечно, да, я, скажем так, даже с первого заказа я буду принимать витамины, потому что они классные, я от них получаю результат. У меня сейчас практически исчезла аллергия, я могу есть практически все то, что едят нормальные люди, хотя раньше я выбирала, вот это мне можно есть, вот это мне нельзя есть. Все мои знакомые, когда я приходила к кому-то в гости, они всегда тоже подстраивались под меня, потому что я далеко не все могла есть. Но вот сейчас, благодаря этому, мой иммунитет, ну, скажем так, классный, и я могу кушать все, что угодно. Что касается линейки Wellness, то в прошлом году, вот по итогу прошлого года, вся линеечка Wellness, она была отмечена на ежегодной национальной премии «Твое здоровое питание» была «Лои Атом» в номинации «Лучшая компания-производитель» в категории «Витамины и биологически активные добавки». Лучшая вообще, ну, вот, в принципе, во всех странах СНГ, то есть лучше, чем Wellness от «Арифлеем», ученые не нашли, что может быть еще круче. Я думаю, что это достойно аплодисментов, потому что именно линейка Wellness занимает, ну, такой, лидирующую позицию. Так, что-то я нажала. Так, секундочку. О, все получилось. Что-то это, со слайдами я сегодня не сильно дружу. Вот, сейчас вы видите такую лестницу успеха, то есть это те варианты заработка, варианты ваших званий, которые вы можете здесь иметь. Заметьте, называется не карьерная лестница, то есть здесь нет карьеры, когда вам нужно идти по головам, а именно лестница успеха. То есть чем выше, тем успешнее. Здесь доход ваш не ограничен, мне очень нравится эта таблица тем, что наверху стрелочка вверх. То есть у вас нет предела, то есть нет планки, вы сами определяете, какой доход вы хотите иметь. Возможно, вас устроят тысячи долларов, возможно, десятки тысяч долларов, возможно, сотни. Вот столько, сколько вы хотите зарабатывать, столько вы можете зарабатывать. Здесь зависит все от вас, от вашего желания, от вашего стремления и от ваших действий. Вот здесь на слайде немножечко подробнее. Ваш доход зависит от товарооборота. То есть товарооборот здесь выражен в баллах. Ну, примерно один балл – это одна условная единичка. Какой товарооборот вам необходимо сделать, чтобы получать ту или иную сумму? И здесь вы можете сразу посмотреть, да, а мне достаточно на первое время 400 условных единиц. Следовательно, мой товарооборот должен быть порядка 5000 условных единиц. Все понятно. Осталось пойти, теперь только сделать. И что касается дохода немножечко повыше, чем 400-500 долларов, здесь вы можете посмотреть. Приятный такой, скажем так, бонус «Бриллиантовый президент» – это самое высокое звание на нынешний момент в компании «Арифлейм». Премия 1 миллион долларов по курсу Национального банка. Самое главное, что премия выплачивается по курсу Национального банка. И выплачивается именно в долларах. Самое первое премия – это премия у директора 1000 долларов. Дальше идет выше-выше. Опять же, вы сами определяете, какую премию вы хотите получить. И, скажем так, от этого будут зависеть те действия, которые необходимо вам делать. Итак, перешли ко второму такому интересному моменту. Что же нужно делать? Самое важное – это посещать обучение, приглашать людей и покупать продукцию для себя. Со всем этим мы уже немножко разобрались. Делайте покупки в своем интернет-магазине, постоянно обучаетесь, не пропускайте ни одного обучения, потому что в университете мы учились 5 лет. Лично я училась 5 лет, чтобы получать зарплату 2 миллиона. Поэтому не ждите, что здесь вам без обучения будут платить хорошие деньги. Обучаться необходимо обязательно. Ну и приглашать людей, можно находить их через интернет, можно приглашать своих знакомых. Как именно приглашать? Для этого есть специальные видеоролики, обучение, различные методы работы. Можно в соцсетях работать, на досках объявлений с нашими знакомыми. Здесь вариантов достаточно много. Какие ваши действия? Если вы только-только пришли, вы являетесь консультантом 0,6%, ваша задача пользоваться продукцией, то есть каждый каталог совершать какие-либо покупки, приглашать по определенной системе, то есть в нашем проекте есть определенная система работы, посещать все обучения, быть в команде, то есть быть участником команды, приглашать, поздравлять, принимать участие в различных мероприятиях. Ну, в принципе, вот все ваши действия. Когда вы же становитесь менеджером, ваша задача приглашать, обучать, уже обучать ваших людей, приглашать новых. То есть вы уже становитесь своего рода наставником. Вы сопровождаете всех своих новичков, которые только пришли, то есть вы их обучаете. Ставите цели, получаете доходы. Когда вы уже старший менеджер, директор и выше, ваша задача уже также обучаться, обучать, приглашать людей, выращивать директоров уже, планировать, ставить цели не только для себя, но и помогать планировать вашим, скажем так, менеджерам, партнерам, новичкам в зависимости от того, какую цель вы поставили для себя, ваша задача уже планировать этот бизнес. Ну, конечно же, получать хороший доход и уже путешествовать, путешествовать за счет компании абсолютно бесплатно. Вот я уже неоднократно говорила про обучение. Обучение очень важно. И буквально не так давно, 5 июня, в это воскресенье состоялось закрытое обучение для менеджеров с уровня 9%, называются мастерские успеха. Если вы к следующему обучению выходите на уровень 9%, на уровень менеджера, то тоже можете принять в следующем таком обучении. Здесь лидеры, директора, опытные наставники делятся своими знаниями, именно как нужно работать, конкретные фишки, которые просто так в интернете вы не найдете, вы их нигде не прочитаете. Это многолетний опыт, и это дорогого стоит. Это то обучение, которое просто его нельзя пропустить, потому что оно на самом деле очень классное по знаниям, оно ни с чем не сравнимо. И раз уже заговорили про обучение, я хочу сказать, ближайшее, которое у нас будет, это своего рода и обучение, и отдых, два в одном. 2 июля в Минске будет мегаформ, он будет в новом, скажем так, в Минске в новом Беларуси, это самое крутое здание, ну, не нужное здание, это самое крутое площадка в Беларуси, Falcon, построилось совсем недавно, вот недавно было открытие, то есть круче в Беларуси места нет. Почему там нужно быть? Просто потому что это одно из самых крутых мероприятий в Арифлейм в году, а также потому что там будут у нас такие классные гости, как топ номер один мира, то есть лучше в мире этого человека нет в Арифлейм, и это бриллиантовый президент Владимир Полежаев. Молодой человек, уже не очень молодой, но все равно молодой человек из России, поделится своими фишками, какими-то советами по бизнесу, то есть у кого учиться, у лучших, вот лучше его нет, поэтому следовательно учиться нужно, конечно же, у него. И еще один гость, это Ольга Григориан, ведущий научный сотрудник НИИ питания Российской Академии медицинских наук, также эксперт, возможно, видели передачу о самом главном, по-моему, либо на РТР, либо на РТР, по-моему, вот она идет, очень часто Ольга Григориан выступает там в качестве эксперта. Ольга Григориан будет говорить именно о здоровье, о здоровом питании, он будет говорить про линейку Веланс, потому что она ее продвигает, поэтому 2 июля обязательно нужно быть, если вы хотите быть успешными в этом бизнесе, если вы планируете в этом бизнесе зарабатывать деньги, вам просто нужно там быть, вам нельзя там не быть. Если вы хотите узнать, как можно туда попасть, то есть билеты уже есть, скажем так, их можно уже заказать, стоит входной билет 250 тысяч, то есть позвоните тому человеку, который вас сегодня пригласил, и скажите, я хочу на мегафорум, что мне нужно делать, как мне туда попасть, и все возможно будет сделано. Итак, откуда берут эти деньги и за что нам с вами будут платить? Деньги, ну, помните, берутся за счет товарооборота. Вы направляете людей, то есть вы нашли людей, там, допустим, через интернет, через соцсети, вы их отправляете напрямую покупать в компании Арифлейм. То есть когда люди будут покупать напрямую, они покупают со скидкой, они получают продукцию, люди довольны, то что они сэкономили деньги, получили классный продукт. Компания Арифлейм, за то, что вы пригласили людей покупать у них непосредственно, то вам, вас вознаграждает, вам платит прибыль от этого товарооборота, определенный процент от 3 до 22. Здесь такой замкнутый круг. Вы людей пригласили, люди что-то купили, компания Арифлейм вас отблагодарила. И так постоянно, постоянно. Так, если нет 9%, возможно быть на мегафоруме. Да, Екатерина, на мегафоруме можно быть независимо от процентного уровня. И вот мастерские успеха там только с 9%, только менеджеры, а мегафорум абсолютно для всех, даже если вы только сегодня оформили для себя дисконтную карточку, только сегодня начали. Поэтому обратитесь к вашему менеджеру, директору, как можно попасть на мегафорум. Итак, продолжаем. Какая у нас система работы? Вы размещаете рекламу в интернете, по этой рекламе люди откликаются, мы им предлагаем нашу систему работы, люди соглашаются, мы их обучаем, как правильно что делать. Если билеты будут, да, Наталья. Поэтому нужно заранее, максимально быстро говорить про то, что вы хотите поехать, чтобы билеты были. Предлагаем людям нашу систему, мы обучаем, как правильно работать, как зарабатывать деньги. и эти люди начинают нас дублицировать, то есть они повторяют наши действия, опять же, размещают, новые люди размещают рекламу, отклики, рассказали систему, обучили, и так постоянно. То есть никаких сложных действий нет. Неважно, новичок, менеджер, директор, золотой директор, мы все делаем одни и те же действия. Вот по этой системе одни и те же действия. Благодаря интернет-инструментам это становится вообще очень удобно, очень легко. Это и соцсети, это и скайп, это различные варианты размещения рекламы. То есть очень удобно. Сейчас вот вы видите пример построения структуры. Те люди, которых вы будете приглашать, вы будете их регистрировать один под одного, то есть друг к дружке. То есть вот это правая сторона. Левая сторона, которая человечка на среде салатовый, это ваш спонсор, тот человек, который вас пригласил, будет вам помогать, приглашать людей. Вот пока вы не окрепнете, то есть не будете вот твердо стоять на ногах, ваш спонсор будет вам помогать, приглашать людей. Он будет строить, скажем так, дополнительную веточку, как мы ласково называем. Дальше ваша команда будет расти. Кто-то из этих людей тоже скажет, я хочу зарабатывать деньги. Вот здесь вы видите, уже появляются синенькие, красненькие такие человечки. И таким образом ваша команда будет расти, многократно, увеличиваться в разы постоянно. Здесь, смотрите, вам пример такой, зависит ли от того, сколько я буду приглашать людей в каталог. Одного или больше. Если вы, для примера, если вы решили, что вы будете приглашать два человека в каталог, здесь вот вариант состоит из пяти каталогов. Вы пригласили два, эти два пригласили по два. То есть, два человека за три недели пригласить, это, скажем так, несложно. По стечению пяти каталогов вас 16 человек. То есть, скажем так, большое количество людей. А если вы решили, что вы будете приглашать не по два человека, а по три, то каждый каталог, каждый член вашей команды будет приглашать по три человека. Разница на одного, либо два, либо три. Разница на одного. И у вас, посмотрите на второй картинке, уже по стечению этих каталогов не 16 человек, а 81. То есть, разница в разы. И если вы решите, что приглашать за три недели не трех людей, а пятерых. Разница небольшая. Вот два человека пригласить или пять человек пригласить. Разница в три человека, казалось бы, в два раза. А по стечению этого времени у вас 625 человек в вашей структуре, в вашей организации, в вашей команде. То есть, это в огромное количество раз людей больше. Хотя кажется, что, ну какая разница, два я сегодня пригласил или три человека. Держите фокус на пятерых, чтобы каждый каталог приглашать новых пять партнеров. Не просто регистрировать людей, а пять партнеров, те люди, которым нужны деньги так же, как и вам. Давайте рассмотрим немножечко в деньгах, как это будет выражаться. Если вы приглашаете по два человека каждый каталог, то по стечению пяти каталогов, ну вот у вас 31 человек в команде вместе с вами, если средний товароборот возьмем 200 тысяч, ну, такие на средства личной линии, я на этом чуть-чуть на косметику, но 200 тысяч каждый месяц вы по-любому тратите. Ваш доход составит 186 тысяч. То есть, ну, в принципе, приятный дополнительный доход, вы уже являетесь менеджером, ну, скажем так, от 3 до 9%, 9% уже считается менеджером. Если вы решили пригласить по три человека, то в вашей организации по истечению пяти каталогов будет 121 человек. то есть, уже, ну, существенная разница, вы уже менеджер, там, либо 12-18%, ваш доход почти 3 миллиона. Вот на этой цифре я хочу остановиться немножечко подробнее, потому что 3 миллиона – это та зарплата средняя, которую мы получаем, люди на госработе сейчас. 40 часов каждую неделю на протяжении 40 лет люди тратят свою жизнь, 40 часов жизни в неделю, тратят на работу, чтобы потом на пенсии получать 40% от зарплаты. 3 миллиона в 40 лет. Здесь это можно сделать за месяц, за два, ну, за пять даже, что зависит от ваших возможностей, от вашего желания. И если вы приглашаете по пять человек, то по истечению этого же количества времени у вас доход 34 миллиона. То есть здесь по времени рассчитано все одинаково. Разница просто в количестве приглашенных людей. Делайте вывод сами для себя, как вам удобнее приглашать, как для вас выгоднее приглашать по два человека, либо по пять. Разница кажется незначительной, но по истечению этих каталогов это разница. Либо 200 тысяч у вас ваш заработок, либо 34 миллиона. Здесь решать вам, какую сумму вы хотите получать. Смотрите, на предыдущем слайде было, что вот у нас идет две веточки. Одну веточку выстроите, другую вам помогает спонсор строить. Для чего? Для того, чтобы вы максимально быстро вышли на вашу первую цель, нашу общую первую цель, это золотой директор. Когда у вас есть, вы вырастили двух директоров, вы золотой директор, у вас премия сразу 2000 долларов. Дополнительная премия к вашей зарплате. Помогите вашим друзьям стать директорами, ведь наверняка у вас в вашем окружении есть люди, которым нужны деньги. У них будет, у директора будет доход 7-10 миллионов. У вас, вы получите премию за, скажем, общую за звание золотого директора 2000 долларов. У вас будет возможность начать путешествовать бесплатно. Так, Екатерина, если пригласишь и не так, а, если приглашаешь и не одного человека. Здесь я вам могу посоветовать, Екатерина, обратитесь к вашему спонсору. Возможно, либо вы мало приглашаете, либо вы, может быть, где-то не дорабатываете. Может быть, одна какая-то фраза, скажем так, мешает этим людям, которых вы приглашаете, к вам присоединиться. То есть здесь вам нужно плотненько поработать именно со спонсором. То есть те тексты, которыми вы приглашаете, те площадки, на которых вы размещаете рекламу, конкретно вот то, что вы говорите вашим людям. То есть здесь посоветуйтесь со спонсором, с менеджером, с директором. Вот, про спонсора поговорили. Кто вам будет во всем этом помогать? В первую очередь помогать будет компания Reflame. Чем? Вся бухгалтерия, все зарплаты, все выплаты компания считает сама. Логистика, то есть доставка, все это тоже компания делает сама. Ответственность за продукт тоже компания берет на себя. Развитие лидеров, то есть различного рода обучения это тоже дает компания. Также вам будет помогать спонсор, это тот человек, который вас пригласил, спонсор, менеджер, директор. Каким образом? Бесплатное обучение. У нас практически каждый день идет какое-либо бесплатное, какой-либо вебинар обучающий. Сопровождение. Что такое сопровождение? Это помощь именно как, что нужно делать, на каком этапе. То есть каждый день вас, скажем так, поэтапно сопровождают. То есть вот сейчас вы делаете вот это, вот это, вот это. Сделали? Отлично, хорошо. Давай, значит, завтра будем делать вот так, вот так, вот так. То есть вот как маленьких деток учат ходить, вот точно так же и спонсор в вашем, ну, спонсор в этом бизнесе вас будет как маленьких деток водить, обучать, чтобы в дальнейшем вы смогли самостоятельно зарабатывать деньги, чтобы вы были профессионалами. Наша задача сделать из вас профессионалов. Только тогда вы будете получать деньги. То есть наша задача научить вас зарабатывать деньги. Именно поэтому мы будем оказывать вам всеразличную помощь в создании структуры в обучении. То есть все, что мы знаем сами, мы будем рассказывать вам. Мы повторяем действия друг друга. То есть то, что я уже говорила. То есть ваш план работы. То есть первое, первое, что вы должны сделать после регистрации, после оформления дисконтной карточки, подтвердите электронный адрес обязательно в письме. Посмотрите запись вебинара или посмотрите онлайн с бизнеса. То есть то, что вы непосредственно уже сейчас смотрите. Познакомьтесь с командой, по скайпу пообщайтесь, с менеджером, с вашим директором обязательно поговорите. Активируйте ваш личный кабинет, то есть разместите заказ любой. Понятное дело, что чем больше, тем лучше, но здесь нету какого-то регламента на определенную сумму. Дальше вы получаете все инструкции и следуйте именно этим инструкциям. Не придумывайте велосипед, он уже придуман, просто пользуйтесь готовой пошаговой системой работы. Обязательно добавляйтесь в команду скайп-чаты, то есть менеджер-директор вас обязательно добавит, принимайте там активное участие и подписывайтесь на рассылку, которая представлена от наших вышестоящих директоров. Дальше, скажите, у вас будут появляться новые люди, что с ними, допустим, сегодня у вас появился первый новый человек, что с ним делать. То же самое, что делали с вами. Подписали на рассылку, добавили в командные скайп-чаты, помогли оформить заказ, в скайп-чатах пообщались, познакомили с менеджером, с директором, дали всю информацию, дали ссылки, где, как, что, чего, именно обучение, именно инструкции. Все, плотный контакт, поддерживаем, разговариваем, общаемся, не только по работе, ну и просто так созваниваемся, общаемся, спрашиваем, что, все ли понятно, что непонятно, какую дать информацию. Все то же самое, что, как-то, делают с вами. Почему я пришла в Арифлейм, почему мы вообще, ну, выбрали Арифлейм для себя. Ну, мы тут, я так сейчас от обучающего состава так говорю. Арифлейм – это самая крупная косметическая компания на рынке прямых продаж. Она реально самая крупная. Практически 50 лет на рынке в следующем году, в 2017-м будет юбилей. 50 лет. Легальный прозрачный бизнес, то есть все официально через банк, через налоговую. Известный бренд, гарантия качества, то есть подделок здесь нет. 17 зарплат в год. Вот все люди работают за 12 зарплат, мы работаем за 17. Здесь шведы очень такие продуманные. Продукция ежедневного спроса – то, что у людей постоянно заканчивается. То есть мы не можем остаться без работы, по определению, потому что все люди моются. А мы как раз предлагаем то, чем можно мыться. Как минимум. Бесплатное обучение за границей, бонусы, подарки, акции, путешествия, пассивный доход, который мы можем получить. И бизнес передается по наследству. Это реально крутые такие аспекты, которые, скажем так, зацепили и лично меня, почему я пришла в Reflame, и почему, собственно говоря, я здесь осталась. Немножко таких основных черт компании Reflame. В мире практически 3,5 миллиона консультантов. Продукция обновляется постоянно, за год выходят практически тысячи новых каких-то наименований. У нас есть собственные научные центры. То есть мы не покупаем разработку, мы разработку, допустим, того самого крема, либо шампуня, мы ее создаем и затем уже запускаем в каталог. У нас есть собственные заводы в Швеции, в России, в Польше, в Индии, в Китае. Все продукты, которыми мы пользуемся, все, что представлено в каталоге, не тестируется на животных никогда, и никогда не будет об этом свидетельствовать значки на каталогах. Компания Reflame официально работает в 64 странах мира, то есть планируется еще больше и больше развивать территориальность. Поэтому, на мой взгляд, это одно из самых лучших предложений вообще на рынке сейчас и по предоставлению. Итак, что вы получаете в результате? Смотрите, на данный момент для вас это, наверное, самое важное, для меня тоже было, это высокий доход. это, как я говорю, если на госработе была стабильная низкая зарплата, то здесь нестабильно растущий доход. То есть, почему нестабильно растущий доход? Потому что тысяча, две, пять, семь, он постоянно растет, у него нет какой-то определенных цифр, что сегодня столько, завтра столько. Вы сами определяете ваш доход. Возможность путешествовать. Вы можете путешествовать в Арифлэй, так и абсолютно бесплатно, участвуя в различных конференциях. Вы можете передать этот бизнес по наследству. Что вы еще получаете? Финансовую независимость, денег столько, сколько вы хотите. Вы получаете свободный график работы, работаете тогда, когда вы хотите, чтобы уделять свободное время семье, своему любимому делу, хобби, тому, чему вы хотите. Вы получаете классную, качественную продукцию, которую вы можете пользоваться сами и может пользоваться ваша вся семья. Также, если вы только, скажем так, вошли в наш проект, ой, что-то у меня все попало, вошли в наш проект, вы можете получить подарков более чем на 5 миллионов, принимая участие в стартовой программе. Опять же, спросите у вашего спонсора, что это такое, вам расскажут более подробно. 5 миллионов только подарки для тех людей, которые присоединяются к нашему проекту. Есть программа для менеджеров «Турборост», благодаря которой вы можете получать до того, как вы выйдете на уровень директора, порядка 30 миллионов. Дополнительный бонус зарплаты 30 миллионов. С уровня директора вы можете участвовать в программе «Мой автомобиль». Продолжаете расти, и автомобиль вам достается абсолютно бесплатно. Наши директора, каждый каталог получают премии именно по этой программе. конференции, про которые я уже говорила, вот в прошлом году у нас была конференция в Египте, в этом году в сентябре, в конце сентября пройдет менеджерская конференция в Сочи. Уже квалификация на нее закончилась, если этот каталог уже решающий, кто поедет, кто нет. Но в нашей команде всегда есть представители на каждую конференцию, без этого никак. У меня для вас еще будет такой бонус по поводу конференции, по поводу путешествий. Я в конце расскажу, куда вы можете еще попасть и это реально, что вы можете попасть. Я как раз, что касается признания, я сегодня неоднократно говорила, признание поздравления цветов, сколько вот дарят за новые звания, мне кажется, это не дарят нигде. Вильтал вам аплодирует, потому что люди искренне радуются за то, что вы делаете. Это вот за последнее поздравление новые старшие менеджеры, последнее поздравление новый директор Ольга Мельникова, наши наставники, организаторы проекта, бриллиантовый директора Елена Ракуача и Денис Бирюков. Это лучшие, то есть это топ номер один в Витебске, в Витебском регионе. Елена и Денис входят в десятку Беларуси, то есть в десятку лучших людей Беларуси. То есть вы представляете, у каких гуру мы можем обучаться, то есть все эти знания они нам дают абсолютно бесплатно. Лена, Денис, спасибо за организацию и этого проекта и за то, что мы можем обучаться у вас, потому что вы уделяете нам свое время. Что касается директоров, то есть мы доверяем этому бизнесу, если мы видим, что люди получают в нем какой-то результат. Вот здесь вот вы видите с последнего поздравления, вот в прошлом году был банкет директоров, кстати, все директора, которые, ну, подтверждают звание директора, отправляются на ежегодный банкет директоров в каком-нибудь крутом заведении месяц, поздравляют на сцене, дарят чеки, согласно новому званию директора, это премия тысячи долларов. Дополнительной зарплате вы получаете тысячу долларов. То есть там такой вот банкет мирового уровня, там просто, скажем так, нужно быть, это нужно сначала увидеть, чтобы потом про это говорить. Новые звания, новые чеки тысяча две, вот вы можете видеть. Есть семейные пары, есть молодые девушки, которые успешны, есть девушки уже элегантного возраста, то есть здесь нет ограничений именно по возрасту, по полу, по сфере занятости. Даже если вы учитесь еще в школе, у вас есть шанс быть успешным. Если вы мама одного, двух, трех, десятерых детей, вы можете быть успешны. Если вы на пенсии, вы можете быть успешны. Вот здесь наша команда представлена, мои спосоры, Ольга Небаракова, Ольга Демиденкова, даже не так давно были на банкете. Кого с собой брать на банкет? Банкет на две персоны. Конечно, самых близких, наши родители. Екатерина Дробицкая, белая с голубым платьем, и Анна Козловская, тоже со своей мамой. Анна Козловская, это золотая директор, сооснователь проекта «Территория роста». Мой непосредственно вовсе стоящий спонсор. Пожалуйста, большое спасибо за возможность, что научила меня в свое время, что я теперь могу проводить тоже обучение. И подарок, ну, не подарок, бонус, про который я вам говорила. вы можете абсолютно бесплатно получить путевку на семидневный круиз по Средиземному морю. Два континента, три страны, Афины. То есть, сначала Рим, это вообще-то мировой город, Афины, это Древняя Греция, для меня это вообще вот именно с древностью ассоциируется, то есть, там вот эти все императоры, то есть, это что-то такое крутое-крутое. Остров Николас, Эфест на лайнере, то есть, лайнер многопалубный, шесть звезд у этого лайнера. Будет заказано два человек, то есть, шесть тысяч участников. И зависит от вас, именно от вас, будете вы там или вы там не будете. В любом случае, шесть тысяч участников там будет, как ни крути. Конференция состоится. Вопрос только, будете ли вы там или нет. Для того, чтобы попасть на эту конференцию, вам нужно в четырнадцатом каталоге этого года, вот сейчас идет восьмой, и вам нужно в четырнадцатом каталоге, то есть, восьмой, девятый, десятый, одиннадцатый, еще семь каталогов. За семь каталогов открыть звание директора. Вот по той схеме, что я вам показывала, я вам показывала на пяти каталогах, что за пять каталогов можно сделать звание директора. Так как нужно золотой директор, то есть, вам нужно вырасти двух директоров. То есть, по большому счету, за шесть каталогов вы это можете вполне сделать, ну, у вас вот 7, чтобы запасы. Все зависит от ваших активных действий. Позвоните прямо сейчас, ну, не прямо сейчас, как закончится вебинар, человеку, который вас пригласил, либо менеджер, директор, и скажите, я хочу на лайнер, я хочу вот в этот круиз. Это мега-мероприятие, там должен быть каждый. Кто хочет отдохнуть, получить такой приятный бонус в виде путешествия на шестизвездном лайнере в подарок от компании за проделанную работу. То есть своего рода отпуск. Я хочу быть, я стараюсь, делаю все, да, я хочу быть, я буду делать все для того, чтобы быть на этом лайнере. Так, что-то в чате тишина. Кто хочет быть на лайнере, кто будет на лайнере? Никто не хочет в подарок поездку на 7 дней. О, проснулись, да. Хотя, все, правильно, все, отлично. Желающих стало много. Смотрите, мы с вами сами делаем выбор. Никто за нас его не сделает. Если в вашей жизни нет мечты, то вы будете работать на того, что она есть. Если у вас мечта есть, значит, нужно работать над своей мечтой, над ее исполнением. Ничего нет хуже, чем знать, что у тебя была возможность, но ты ей не воспользовался. Вот у вас сейчас есть возможность быть успешными, быть богатыми благодаря нашему проекту. Это вас зависит, воспользуетесь вы этой возможностью или нет. Мне очень нравится. Не так давно в газете увидела такие вот записи миллиардеров, мировых миллиардеров, то, что они думают о сетевом маркетинге. Я вот на экране немножко мелко, я просто вам зачитаю. Американский миллиардер, Дональд Трамп, на одном из телешоу его спросили, что вы видите, если вдруг все потеряете. Он ответил, я займусь сетевым маркетингом. Зрители засмеялись. На смех зрителей Трамп ответил, вот именно по этой причине я сижу здесь, а вы сидите там. То есть миллиардеры, они понимают, что сетевой маркетинг – это тот вид деятельности, за которым будущее. Топ инвесторы, американские миллиардеры. Моя инвестиция в одну из сетевых компаний была самым удачным вложением капитала, которую я когда-либо делал. Билл Гейтс, основатель Microsoft. С 2009 года будут только три вида бизнеса, вот как он считает. Первый вид бизнеса – это интернет-бизнес. Второй вид бизнеса – это сетевой. Это уже на тот момент 90% жителей бизнеса США. И третий, потому что они этот тренд не заметили. А у нас, представляете, как классно, у нас сетевой бизнес, который развивается в интернете. То есть у нас сразу два в одном. То есть есть перспектива. Известный автор, тоже американец, тысячи-тысячи миллионеров появляются в самой быстро растущей индустрии мира – сетевом маркетинге. То есть тысячи миллионеров. Мне кажется, даже миллиардера скоро появятся благодаря сетевому маркетингу. Роберт Киосаки – это крупный инвестор, автор, мультимиллионер. Богатые либо ищут, либо создают сети. Все остальные ищут работу. Поэтому давайте будем с вами богатыми, чтобы мы нашли уже, скажем так, сеть именно… Маркетинг – это сетевой маркетинг, да, поэтому будем его развивать. С чего вам нужно начать? Поставить себе цель, научиться оформлять заказ, потому что как только вы сделаете заказ, вы получите дополнительный доступ к закрытому обучению. В связи с вашим спонсором, тот человек, который вас пригласил, с менеджером, и сказать ему о том, что у меня есть цель такая-то, такая-то, я хочу ее достигнуть, что мне нужно делать. Присоединяйтесь к скайп-чату, проходите обучение и получайте инструкции по дальнейшей работе. То есть постоянно у вас будут инструкции, что нужно делать дальше. Итак, давайте с вами подведем итог. В чем смысл работы? Вот, изначально мы задавали пять вопросов, сейчас мы ответим, подытожим. В чем смысл работы? Создать большую организацию потребителей, где каждый будет покупать для себя. Вы не продаете, вы даете возможность людям покупать для себя дешевле. Откуда берутся деньги? С покупок людей, которых вы будете приглашать, то есть с группового товарооборота, всех тех людей, которых вы пригласили. Что нужно делать? Рассказывать людям о всех возможностях бизнеса, людей на скайп-встречу. Либо на вебинар, то есть по тому методу, по которому вы и ваш спонсор работаете. Кто будет помогать? Будет помогать сама компания и спонсоры, менеджеры, директора. Что вы получите в результате? Постоянно растущий доход, который передается по наследству. Качественную продукцию. Возможность путешествовать и быть финансово независимым. То есть это одно из таких самых классных преимуществ. Финансовая независимость. И как успешно вам стартовать? Слушать спонсора. Есть такое внегласное правило. Спонсор всегда прав. И делать все по инструкции. То, что вам говорит спонсор. Не нужно изобретать велосипед. Ваши спонсоры через это все уже прошли. Поэтому мы даем вам советы, как лучше сделать так, чтобы вы не допустили каких-либо ошибок. Арифлейм на данный момент это самый быстрый шаг к достатку, к хорошему заработку. Если вы считаете, что это невозможно, поделите это на части. Возьмите свою цель на 2-3 года и на ежедневные действия. То есть слона, ну, есть такая история, как съесть слона. То есть вы целиком его не съедите. Вы его можете съесть только по кусочкам. И вот разбейте свою цель именно на кусочки до ежедневных действий. Что вам нужно сделать сегодня, завтра, послезавтра конкретно, чтобы через год, через два, через три вы получили то, что вы хотите. Вот с этим вопросом обратитесь к спонсору, менеджеру, директору. И смотрите, если вы будете следовать этим инструкциям, вы будете успешны. Что такое успех? Это максимальное использование возможностей, которые у вас есть. Вот у вас сейчас есть возможность быть в нашем проекте. Если вы максимально используете эту возможность, то вы будете успешны. Если нет, то это ваш выбор. Здесь мы никого не судим, здесь выбор только ваш. Я вам желаю удачи во всех ваших начинаниях. Я вам желаю плодотворно поработать, чтобы все ваши мечты и цели осуществились. И таких вот вам бурных эмоций от того, когда вас будут поздравлять на сцене, когда вы будете стоять с чеками в несколько тысяч долларов. Добро пожаловать в команду «Территория роста». Добро пожаловать в наш проект. Мы рады каждому участнику нашего проекта, тем более партнеру. И, конечно же, мы будем за вас очень сильно радоваться, когда вы станете директорами. Заметьте, не если, а когда. Чтобы сделать бизнес, чтобы создать бизнес, необходимо всего три вещи. Упорство, действие и простейшая система. Из всего этого система у вас уже есть. Запущена пошаговая система работы. От вас только упорство и действие. Спасибо вам большое за внимание и успехов вам, успехов и успехов во всех ваших начинаниях. Всего доброго, приятного вам вечера. До свидания. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...